Буквально вчера вышла свежая статья от Рея Далио, где он рассказал свое видение на инвестиции на сегодняшний день, рассказал про риски, которые он видит прямо сейчас, а также поделился своим мнением по поводу структуры капитала, которую он рекомендует на ближайшее время, а также конкретные идеи, куда бы он размещал свои деньги. И все эти моменты, все эти пункты мы обязательно разберем в этом видеоролике, но прежде несколько небольших объявлений. И первое объявление это то, что я постараюсь все-таки выпускать ролики максимально регулярно. Под прошлым видеороликом был один комментарий, где человек посоветовал мне делать ролики в какое-то определенное время. Я конечно постараюсь это делать, но делать это очень сложно. Как минимум я буду объявлять в каждом ролике про дату следующего видео. И следующее видео выйдет в 19 часов по Москве завтра и будет посвящено обзору главных новостей на завтрашний день и ситуации по рынкам. Поэтому жду вас завтра в 19 часов по Москве на моем YouTube канале. Если вы еще не поставили колокольчик, не нажали колокольчик, если вам не приходит уведомление, обязательно нажмите, чтобы не пропустить этот выпуск. Кроме того, вчера, кроме статьи от Рея Далио, вышла первая лекция моего курса по поводу, посвященного оценке справедливой стоимости компании. Для чего вообще оценивать справедливую стоимость компании? Ну когда вы покупаете какую-либо компанию, акции какой-либо компании, вы, как правило, не знаете, а сколько эти акции в принципе могут стоить. То есть когда вы покупаете автомобиль, когда вы покупаете квартиру, всегда представляете, сколько должен стоить конкретный автомобиль, конкретная марка в конкретной комплектации. Также вы понимаете, сколько должна стоить квартира в конкретном районе вашего города. Но когда речь идет про акции, как правило, инвесторы покупают не глядя и нет понимания того, дорого ли сейчас стоят эти акции или же дешево. Так вот, подсчет справедливой стоимости компании дает вам четкое понимание, сколько в принципе может стоить акции этой компании. И на сегодняшний день они дороги, то есть дорогие ли они, или же на сегодняшний день цена привлекательная и стоит эти акции покупать. Кроме того, такое понимание даст вам объективное конкурентное преимущество, потому что, уверяю, у вас 99,99 в периоде инвесторов, которые инвестируют, такого понимания не имеют. Поэтому, если вы умеете считать справедливую стоимость компании, это, безусловно, дает вам конкурентное преимущество. Все лекции этого курса будут выходить в рамках моего клуба Modern Rentier, где уже всем подписчикам, всем участникам клуба доступно три курса. Первый курс это анализ рынка по чистому графику, второй курс это построение долгосрочных инвестиционных портфелей и третий курс это анализ рыночных циклов, где я рассказываю, как управлять риском своего портфеля в зависимости от текущей рыночной фазы. Все эти курсы открываются сразу же после вступления и целью этого клуба является повысить, во-первых, повысить максимальный уровень знаний всех его участников, чтобы и новички, и те, кто уже с опытом разговаривали на одном, примерно на одном языке. И кроме обучающего направления в рамках этого клуба несколько раз в месяц мы проводим сессии, где я рассказываю свое видение по рынку и делюсь конкретными торговыми инвестиционными решениями. Одно из решений, например, которые мы делали в январе, это были инвестиции в commodities, которые принесли очень неплохую доходность относительно, например, тех же инвестиций в золото. Ну а на последней трансляции мы разбирали конкретные инвестиционные идеи, конкретные бумаги, причем разбирали не просто в целом, что вот тикеры эти и они перспективные, а также разбирали причины, по которым эти компании интересны. В общем и целом, если вам все это интересно, то есть если вы хотите получать от меня больше обучающего материала, больше аналитической поддержки, то ссылка для вступления в данный клуб будет в описании к этому видео. Ну а сейчас мы перейдем, вернемся к статье Рея Далио. Но начать я хотел бы не с конкретной статьи, которая вышла вчера, а начать со статьи, которая выходила ранее. Значит, этот материал был у Далио, он выпускал его в прошлом году и на практически каждую... Значит, что это за материал? Это материал, это цикл статей, посвященный изменению структуры мира, то есть новый мировой порядок. Практически на каждую из этих статей, ну на большинство из этих статей я делал обзоры и вы можете, если вы не очень хорошо знаете английский, сможете найти эти обзоры у меня на YouTube-канале и посмотреть. Информация очень важная и дает понимание вообще того, куда движется мир, то есть как меняется, как будет меняться мир в ближайшие несколько десятилетий. Так вот, тезисно, несколько пунктов из этого материала. И первое, что мы должны понимать, что любое сверхгосударство, оно двигается всегда по примерно одному и тому же циклу. То есть у нее есть цикл роста и есть цикл заката. Так вот, цикл заката, где-то вот середина вот этого фазы заката вот сверхдержавы начинается с того, что мы видим огромное печатание денег. То есть центральные банки, власти, монетарные власти этих стран, они начинают печатать очень и очень много денег. Что мы видим с вами сейчас? Мы видим сейчас, что реальные процентные ставки по ключевым валютам, они находятся в отрицательной зоне. Что Америка, что Европа, что Япония имеют примерно одну и ту же ситуацию. Значит, что вообще такое большое печатание денег? Да, давайте вот с этим термином определимся. Большое печатание денег означает то, что вы печатаете деньги, но размер этой эмиссии лишний, он уже не приводит к экономическому росту. То есть в нормальной ситуации, когда экономика здоровая, вы дали экономике денег условно, какую-то сумму, а экономика выросла гораздо больше, чем вы влили в нее денег. Плохая же ситуация, когда вы денег даете, вливаете ликвидность, а эта ликвидность не приводит к экономическому росту. И вот такая ситуация с отрицательными процентными ставками говорит нам, а, о избытке ликвидности в системе, что денег очень много, их слишком много. И, б, это говорит нам о том, что мы не видим какого-то серьезного экономического роста. Почему так? Давайте представим себе гипотетическую деревню. Вот мы живем с вами в некой закрытой деревне, там тысячи человек. У меня есть капитал, у вас есть капитал. Мы владельцы, держатели капитала, держатели денег. Если же в этой деревне есть какие-то точки роста, ну, например, нет общепита, негде сходить поужинать, можно сделать, соответственно, открыть ресторанчик. Есть много автомобилей, негде их ремонтировать, негде обслуживать, можно открыть станцию 100. Приезжают люди, путешествуют, у нас очень красивая природа, например. Приезжают люди из других каких-то населенных пунктов, нужна гостиница. И мы, как держатели капитала, мы ни в коем случае не будем инвестировать под 0%, там, под 1% или даже под минус, как это выглядит сейчас. Мы найдем места, где мы сможем разместить свой капитал гораздо более эффективно. Но когда таких возможностей у нас нету, то есть у нас уже точек роста нету, то мы сидим с вами просто на деньгах. Вы сидите, я сижу на деньгах, и мы не знаем, куда его девать. Возьмите хоть, ну хоть под 1% возьмите, хоть под что-то, возьмите наши деньги, пожалуйста, хоть кто-нибудь. И это та ситуация, в которой на сегодняшний день находятся ключевые развитые экономики. И тут далее приводят еще несколько очень увлекательной статистики. Предположим, что вы одалживаете 100 долларов. Через сколько лет вы эти 100 долларов заберете назад? Значит, в государственных облигациях США через 42 года, в Европе через 450 лет, в Японии через 150 лет, в Китае через 25 лет. Но это в номинальной доходности. Если мы добавим сюда инфляцию, то возврат этих 100 долларов в Соединенных Штатах будет через 500 лет, а в Японии и Европе никогда. То есть вы отдаете деньги сейчас, уже изначально понимая, что вы в конечном счете получите меньше, чем вы отдаете сейчас. И это говорит нам о том, вот далее пишет об этом, что на сегодняшний день в кэше и в бандах зашито очень и очень много ценности, которая неминуемо будет сокращена со временем. То есть вся эта ценность, которая сейчас есть в кэше и в бандах, она не сможет быть перенесена во времени. То есть ее невозможно пронести. То есть это нереально. То есть кто-то деньги точно потеряет. То есть кто-то потеряет в своей покупательской способности капитала. И далее говорит о том, что в первую очередь это те, кто на сегодняшний день держит облигации и держит соответственно просто кэш. То есть кэш по мнению далее это трэш и в целом облигации по мнению далее это тоже трэш. Но куда же инвестировать деньги? Предположим, что мы находимся с вами все в той же деревне. И если мы вот с вами сидим на деньгах и у нас нет точек роста, что мы должны с вами делать как держатели капитала? Очевидно, что мы должны искать эти точки роста в других деревнях, в других местах. То есть инвестировать за пределы нашего с вами места, в котором мы с вами живем. И это то, что рекомендуют делать Далию. То есть Далию на сегодняшний день рекомендуют инвестировать за пределами Соединенных Штатов. И один из главных таргетов Далию это конечно же Азия и преимущественно Китай. Кстати, одна из ключевых тем будущей трансляции в рамках клуба Modern Russia, которая пройдет в конце этого месяца, будет как раз таки Китай. Подробно поговорим о том, что происходит в Китае и какие ожидания по инвестициям в этот регион на сегодняшний день существуют. Но низкие ставки, низкая реальная доходность это не единственная причина, почему нужно уже сейчас делать более широкую диверсификацию своего капитала, нежели чем это можно было позволить себе раньше. То есть 10 лет назад можно было использовать Америка-онли портфели и радоваться жизни. Сейчас это максимально неправильно и с моей точки зрения и с точки зрения Рео Далию. Почему? Потому что когда вот по мере развития вот этой вот ситуации, то есть по мере усиления вот этого цикла ослабления ключевого вот этого государства, государства-доминанты, власти этого государства прибегают к следующим мерам. Первое, что они делают, они вот то, о чем мы кстати говорили буквально вчера, новость, это то, что Байден хочет повысить налоги, я говорил о том, что это плохо и для рынков, и для экономики потенциально, и об этом же вот как раз таки вчера сказал Далию. То есть вот этот вот паттерн, чтобы вы понимали, это паттерн, по которому по истории сменялись ключевые государства и всегда были одни и те же маркеры. И зачастую повышение налогов, оно как раз таки вот было вот в этой вот завершающей фазе, то есть непонятно было откуда брать вот эту ценность, то есть как ее формировать и соответственно государство шло на такие вот примитивные меры, оно начинало повышать налоги. Но что делает капитал, что делают держатели капитала в этот момент времени? Они соответственно, им это не нравится, то есть как это так, вы почему с меня хотите взять денег, напечатайте еще 2 триллиона, ну у вас же есть печатная машинка, ну напечатайте, зачем вам мои кровью и потом заработанные деньги? Я не хочу платить, вот я хочу, чтобы вы печатали. А государство, соответственно, понимает, что если они будут печатать деньги, это усиливает пузырь, что так работает, так продолжаться бесконечно не может. Поэтому вот тут происходит вот этот вот конфликт интересов, но как правило по истории ни к чему хорошему он не приводит. И после повышения налогов, как правило, когда капитал начинает уходить из страны, государство вводит ограничительные меры на инвестиции за рубеж и на инвестиции в определенные активы. Например, как это было, по-моему, в 30-х годах, когда Соединенные Штаты просто-напросто запретили инвестировать в золото. То есть все, в золото нельзя, держите там, облигации купите, что угодно купите, в золото нельзя. И за рубеж уводить деньги тоже нельзя. Поэтому вот понимая, что эти меры, что мы двигаемся вот по этой спирали, которая, ну вот как бы по этому циклу, по этому алгоритму, который по истории уже наработан, Далио рекомендует уже сейчас увозить капитал в активы, не связанные с долларом. Если подытожить, что мы с вами имеем по мнению Рея Далио. Мы имеем ситуацию, когда кэш из трэш, когда банды это тоже трэш, то есть ничего там заработать нельзя, а можно только потерять. То есть вот по причинам увеличения денежной массы и ее объективного избытка. И второе, что рекомендую Далио, это делать широкую диверсификацию и использовать, максимально использовать в своем портфеле активы, которые не связаны с долларом и не связаны с Соединенными Штатами. Ну вот такой получился выпуск, такой обзор статьи. Если вам интересно, вы сможете найти эту статью самостоятельно на LinkedIn, она находится в открытом доступе, и ее почитать. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал, и увидимся с вами завтра в 19 часов по Москве на этом YouTube канале. Спасибо за внимание, с вами был Андрей Михайлес, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok